Первые призывники Мирненского и Ленского районов отправились к местам прохождения службы. Чего ждут от нее молодые парни, узнала Оксана Мезенцева. Призывные комиссии в Айхале и Удачном работают третью неделю. Врачи осмотрели 53 призывника. 27 юношей получили отстрочку, 13 уже отправились к местам службы. Шесть из них из Айхала. В армию первых новобранцев проводили торжественно. Будущие солдаты получили на путьстве от близких, бывших работодателей и первых лиц города. Хотелось бы, чтобы отслужили достойно, вернулись живые и здоровые, чтобы поняли, что такое дружба, что такое соборная жизнь. Чтобы научились жить вместе не только со своими, как говорится, но и с разными национальностями, разными респоведаниями. Потому что страна у нас многонациональная, многорелигиозная. Восемь призывников к местам службы отправились и из Ленского района. Всего в осенний призыв 50 ленчан пополнят ряды вооруженных сил России. Первых новобранцев чувствовали в зале боевой славы в городской администрации. Пока молодые парни получали наставления, на улице их уже ждал автобус. Сегодня много говорят о том, надо идти в армию, не надо, нужно служить, не нужно служить. Но, вы знаете, нужно служить и важно служить, потому что служба в армии – это настоящий гражданский долг каждого мужчины нашей страны. Всего в ближайшие месяцы служить в ряды российской армии отправятся 120 мирненских, оленёкских и анабарских новобранцев. Шамиль Бекиров – студент вуза. Молодой человек может получить отсрочку. Однако решил, отслужить нужно сейчас. Поддержали парня и родные. Хочу сейчас послужить, долг родине отдать, стать мужчиной настоящим. В призывной кампании осень-2016 изменений нет. Служить придётся также 12 месяцев. За последние годы патриотов прибавилось, отмечают в призывных комиссиях. У клонистов становится меньше. Многие призывники даже жалеют, если не подходят по состоянию здоровья.